Добрый день, уважаемые гости и зрители канала Наша Жизнь. Сегодня мы попробуем с вами приготовить очень вкусную утку. Она у нас небольшая по размеру. Сейчас она у нас в стеклянной посуде находится, но готовить мы ее будем в духовке в утятнице. Но так как первый этап это все-таки маринование, желательно замариновать ее на несколько часов. Я обычно оставляю на ночь, поэтому пока утятницу мы трогать не будем. Итак, в чем мы будем замариновывать нашу утку на ночь? Запах обалденный. Именно от того, что мы сами перемололи наши специи. Ну, первый раз, конечно, когда вы будете пробовать, вы сами для себя определите, в каких пропорциях вам нужно перец, кориандр. Ну, а дальше будет уже видно. Итак, теперь наша утка, она еще даже не совсем разморозилась, потому что она у нас была заморожена. А мы ее тщательно нашими специями натираем. Натираем ее как снаружи, так и обязательно изнутри. Дальше на любителя. Внутрь можно добавлять для фаршировки порезанные яблоки. Ну, я, наверное, посоветовала бы не сладкие, а кисло-сладкие. Кто-то добавляет чернослив. Ну, и оставим нашу утку. Ну, сейчас я уже, чтобы время ваше не тратить, я ее все-таки хорошо намажу и оставляем ее на ночь в холодильнике. Ну, а что будем с ней делать завтра, это я уже сниму дополнительно. Итак, еще раз повторюсь, кориандр, перец, соль, подсолнечное масло. Всеми этими специями натираем снаружи, изнутри нашу утку. И запаковав ее целлофаном, укрыв целлофаном, оставляем на ночь в холодильнике. После того, как утка у нас полежала в маринаде ночью, я еще добавляю буквально за пару часов до запекания внутрь, кладу порезанные яблоки. Яблоки, конечно, желательно, чтобы были кисло-сладкие, для того, чтобы они придавали больший вкус. Но на данный момент у меня нет, поэтому яблоко у меня сладкое. Ну, я у нее убрала середину, кожуру оставила. Можно добавить черносливки внутрь, но сейчас я буду добавлять только яблочки. Желательно шпажками, палочками стянуть дальше нижнюю часть, чтобы первое время сок у нас максимально оставался, и весь аромат тоже оставался в утке. И поставить эту утку еще на часочек замариноваться. Итак, берем зубочистки, стягиваем нашу утку, и зубочисткой максимально, насколько это возможно, схватываем наши разрезанные края, для того, чтобы весь сок оставался в утке. Кто-то иногда стягивает нитками, ну, в принципе, зубочисток, если честно, вполне достаточно. Немножечко неудобно. Итак, вот так мы зашили нашу утку яблоки внутри, и, собственно, теперь оставляем ее до момента запекания. Итак, после того, как наша утка целую ночь постояла, замаринованная, я ее уже поместила в утятницу, чуть-чуть здесь у нас хвостик не уместился. Первоначально я располагаю утку вниз, с животом. Тот сок, который у нее может скопиться в животе, яблоки, он постепенно немножечко выльется в поддон, и потом мы перевернем, и этим соком насытится и спинка. Теперь мы уже готовы поставить нашу утку на запекание. Нам недостаточно того, что мы ее просто промариновали. Теперь мы берем светлое пиво, ну, желательно светлое пиво, и заливаем нашу утку приблизительно до половины посуды, то есть чтобы наша утка приблизительно наполовину была погружена в эту самую жидкость. Пиво, маринад придадут нашей утке особый привкус, аромат и мягкость. Итак, сейчас пена у нас сойдет. Мы еще раз посмотрим, чтобы наша утка была наполовину погружена достаточно. И вот теперь мы можем ее помещать в духовку. Кто-то запекает в открытом виде, кто-то запекает ее в закрытом виде. Я первоначально рекомендую все-таки закрыть, довести до кипения, а потом для того, чтобы, если вы хотите, чтобы жидкость побольше выпарилась и утка имела такую уплотненную корочку, в этом случае нужно будет, чтобы жидкости было как можно меньше, и в этом случае нужно держать в открытом состоянии. Приблизительно час чуть побольше запариваем утку животом вниз, через час переворачиваем утку вниз спиной. И так размещаем утку в духовке. Итак, у нас практически час кипит наша утка. Здесь уже хвостик начинает немножечко подпаливаться. Ну вот, где-то час чуть побольше мы ее подержим и потом перевернем. И она у нас еще покипит. Так, вот такая запеченная у нас получается уточка. Теперь можно ее извлекать и укладывать на праздничный стол. Вот такая наша замечательная уточка. Она еще, как вы видите, достаточно влажная, то есть жидкость в ней сохранилась, она не выпаренная совсем. Зубочистки мы сейчас как раз у нее уберем. Приятного аппетита!